Поистине хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от зла наших сверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет. А того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и который превыше того, чтобы иметь равного и подобного себе. Также я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, да благословит его Аллах и приветствует, его благое семейство, благословенных сподвижников, до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание. А затем, уважаемые братья, Аллах избрал своих пророков из людей. И для своих пророков Аллах избрал сподвижников, которые вместе с пророками устанавливали религию. Сподвижников нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Аллах избрал для того, чтобы они сопровождали его и устанавливали религию. Если мы остановимся перед историями тех людей, посмотрим на то, как они принимали ислам, что они делали для ислама, и какими были их отношения с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во всем этом мы обнаружим назидание и наставление. Сегодня мы поговорим о человеке, которого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, относил к членам своей семьи, сказав, Сальман из нас, из Алильбей. Сегодня мы встанем перед человеком, о котором спросили Али, да будет доволен им Аллах. Он ответил, он, как мудрец, Люкман, в уме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мы встанем перед человеком, передавшим 60 хадисов от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он долго жил до того, как принял ислам, много прожил, будучи мусульманином, и умер во время халифата Унсмана, да будет доволен им Аллах. Мы встанем перед человеком, чье имя нельзя не упомянуть, повествуя о сражении Урва, в котором группы каферов объединились вместе против посланника Аллаха да благословитого Аллах приветствует и мусульман в Медине. В этой истории всегда упоминается имя Сальмана Аль-Фариси, да будет доволен им Всевышний Аллах. Его история передается у имама-муслима, Ахмада и других. Сальман, да будет доволен им Аллах, рассказывал. Я был сыном одного из руководителей персов. Мой отец и его народ поклонялись огню. Он сказал, и мой отец был Духканом, то есть старостой деревни, Джий, в котором поклонялись огню. Он рассказывал, я любил это поклонение, охранял огонь, так что я сам зажигал его, следил, чтобы он не потухал и не допускал, чтобы он потухнул хотя бы на мгновение. То есть он очень старался даже в своей предыдущей религии, в религии зароастрийцев, в которой люди поклоняются огню. Он сказал, и мой отец держал меня в заперти, как девушку. Он настолько оберегал меня, любил и боялся за меня, что охранял меня и никогда не позволял выходить. Он сказал, однажды отец задержался из-за строительства в доме. И его отец выходил каждый день в свое поместье, в сад, чтобы смотреть за ним. Он сказал, сын мой, строительство держит меня у себя в доме. Ты сходи в поместье и сделай там то-то и то-то. Сальман сказал, и я вышел, и я очень редко выходил в люди из-за того, что отец постоянно держал меня дома. Он не знал, что там у людей. Не ходил на рынки, не сидел вместе с другими людьми, не общался из-за того, как он много сидел дома. Он сказал, и когда я шел, я прошел мимо церкви, в которой христиане совершали свое поклонение. Он сказал, я вошел туда, посмотрел на них, и мне понравилось то, что они читали. Понравилась их молитва, и я остался у них, пока не зашло солнце. Отец закончил свои дела, вспомнил обо мне, послал за мной, но меня не обнаружили в поместье. Когда я вернулся к ним, он сказал, сын мой, ты меня озадачил. Где ты был? Я ответил, отец, я пошел в твое поместье, но когда проходил мимо церкви, мне понравилась их молитва. Понравилось то, что они читали, и я захотел принять их религию. Его отец сказал ему, сын мой, твоя религия и религия твоих отцов лучше для тебя. Я сказал, нет, их религия лучше, чем то, что мы поклоняемся огню. Он рассказывал дальше. И мой отец отправил меня в мою комнату, закрыл ее и заковал меня. Чтобы я мог выходить только в туалет. Сальман рассказывал, я отправил послание к христианам. И до этого я спросил их, откуда их религия, и они сказали, из Шама. Я отправил послание, в котором говорилось, когда вы узнаете, что какой-то караван будет отправляться в Шам, сообщите мне. Прошло немного времени, и торговый караван из Шама прибыл в Персию. Христиане отправили мне послание и сказали, что с Шама пришел торговый караван. Я сказал, когда они закончат свои дела, сообщите мне, потому что они должны были оставаться там несколько дней, продавая свой товар и закупаясь новым товаром. Он сказал, и когда они сообщили мне, что они уже закончили свои дела и сейчас направятся обратно в Шам, я освободился от своих оков, пошел к ним в тайне от всех и присоединился к ним. Он сказал, и я зашел в Шам. Это был первый раз в его жизни, когда он так далеко вышел из дома. Не говоря уже о том, чтобы попасть в другую страну, он рассказывал, я оказался в Шаме и спросил людей. Я сказал им, кто лучший из представителей вашей религии? Я хочу учиться религии от лучшего из вас. Кто из вас лучший в религии? Они указали мне на епископа церкви. Я пошел к епископу, зашел к нему и сказал, я хочу принять вашу религию и желаю быть с тобой, прислуживать тебе и совершать с тобой молитвы. Он ответил, хорошо, делай так. Сальман рассказывал. И я оставался у него и клянусь Аллахом, он был плохим человеком. Он побуждал своих прихожан делать пожертвования. И когда они приносили ему деньги, он присваивал их себе, не раздавая их бедным и нуждающимся. Я сильно возненавидел его, но не мог рассказать о нем его народу, потому что он был епископом, а я чужестранцем. И они бы мне не поверили. Он сказал, и я жил с ним, пока он не умер. Когда же он умер? Они похоронили его, и я сказал им, воистину это был плохой человек. Они сказали, это же был наш епископ. Я сказал, он был плохим человеком. Они спросили, какие у тебя доказательства? Я отвечал, он велел вам делать пожертвования, но клянусь Аллахом, он собирал их и ничего не давал из них нуждающимся. Они спросили, и где эти деньги? Сальман сказал, и я указал им на то место. Они начали копать землю и извлекли из тайника семь кувшинов, наполненных золотом и серебром. Они разгневались, откопали его тело, достали его и распяли его на пальмовом столбе. Сальман, да будет доволен им Всевышний, Аллах сказал, что потом они избрали себе другого епископа. Из-за своей честности Сальман, да будет доволен им Аллах, не желал богатства. Он не промолчал и не забрал кувшины себе. Также он не возненавидел религию из-за поступков одного человека, который приносил вред религии, который представлял. Он не судил христианскую религию в то время по поступкам людей. Нет, он знал, что тот человек ошибается, но эта религия в тот период времени была истинной. Он, да будет довольны им Аллах, сказал, они привели другого человека на место умершего епископа. Клянусь Аллахом, я не видел более хорошего и достойного человека в его молитвах и поклонении. Я был с ним, пока он не умер. Я сказал ему, я пришел из Персии в поисках истинной религии. Укажи мне на кого-нибудь, кому я смогу служить после тебя и у кого я смогу учиться. Он ответил, сын мой, сейчас очень мало людей, придерживающихся того, чего мы. Люди изменили и исказили. То есть они изменили вероубеждение, сказав, что Айса сын Аллаха. Они впали в нога Божие, а остальных людей, которые продолжают оставаться на правильном единобожии, с которым пришел Айса, мир ему. Их очень мало, Сальман сказал. Скажи мне, куда идти? Он ответил, иди в Мусул, там есть такой-то человек, иди к нему, Сальман рассказывает. И когда он умер, я вышел в Мусул, зашел к епископу, который был там, и сказал ему, что я шел из Персии в Шам, пробыл там столько-то и столько-то, и потом мне указали на тебя. Я хотел бы остаться с тобой, чтобы прислуживать тебе и молиться вместе с тобой. Он согласился, Сальман рассказывал. И он был праведным человеком. Я провел у него какое-то время, и затем к нему спустилась смерть. И изначально все эти люди были старыми, когда к ним приходил Сальман. Он сказал ему, я был с тем-то и тем-то, укажи мне, куда идти теперь. Он ответил, клянусь Аллахом, я не знаю тех, кто придерживается того же, что и мы, кроме одного человека в Налсубине, что в Шаме. Он рассказывал дальше. И когда он умер, я пошел и стал жить у того человека в Налсубине, в Шаме. Когда же смерть настигла и его, я направился к одному праведному, много поклоняющемуся человеку, и жил с ним, пока и он не умер. Перед смертью я обратился к нему. Ты знаешь обо мне то, что знаешь. Укажи мне на кого-то, к кому я могу пойти после тебя. Он ответил, клянусь Аллахом, люди исказили и изменили. И я не знаю того, кто остался на правильном единобожии, кроме одного человека в Аммурии. И Аммурия сейчас находится на территории Турции. Сальман рассказывал. Я пошел в Аммурию и жил с тем праведным человеком и оставался у него, пока не получил несколько овец и коров и заработал деньги. И при этом я совершал поклонение. Когда же тот человек умирал, я сказал ему, пришло твое время, как ты видишь. Я уже был с тем-то и тем-то до тебя. Укажи мне, к кому мне можно будет пойти после тебя. В любое место на земле я пойду туда. Тот ответил, сынок, клянусь Аллахом, я не знаю никого на земле, кто истинно следовал бы нашей религии. Люди все исказили и изменили. Я спросил, и что же мне делать? Посоветуй мне. Он отвечал, никого нет. Но пришло время, когда появится пророк. Я спросил его, и каково его описание? Он ответил, он будет послан с религии Ибрагима. Он переселится туда, где среди черных камней растут пальмы. То есть вокруг черные камни. Земля с черными камнями. И посередине будут пальмы. Он будет есть из того, что ему подарят. Но не будет есть из милостыни. И между плеч у него будет печать пророчества. Сальмандо будет доволен им Аллах, сказал. Когда он умер, я прожил там столько, сколько пожелал Аллах. Я продолжал жить в том месте, пока мимо меня не проехала группа людей из племени Кальм, из Джухейны. Они были торговцами. Я сказал им, если вы возьмете меня с собой в землю арабов, я отдам вам своих коров и овец. Они согласились и взяли меня. Он рассказывал. И когда мы достигли Аравийского полуострова, достигли долины Аль-Кура, а это долина на севере Медины, в ней растут пальмы. Когда мы достигли этого места, они продали меня. Солгали про меня, сказав, что я раб. Они продали меня, и я не мог защититься. Так у меня появился хозяин, и я начал работать на его пальмах. Когда я увидел пальмы, я подумал, может быть, это и есть та земля, куда будет отправлен пророк. Он сказал, и я пробыл какое-то время у него. И к моему хозяину пришел другой иудей, один из сыновей его дяди по отцу, из Бануку-Раизла, из Медины. И его хозяин был иудеем. Он сказал, и он купил меня у моего хозяина и отправился со мной в Медину. Он сказал, клянусь Аллахом, когда я увидел черные камни вокруг нее и пальмы внутри, я понял, что это будет то самое место, куда переселится пророк. Он сказал, и я настолько был занят рабским трудом, что не выходил из хозяйского сада, и он не разрешал мне выходить. В это время пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был отправлен со своей миссией в Мекке, но я ничего не знал о нем. Он пробыл 13 лет в Мекке, а я не слышал о нем ничего. Он рассказывал дальше. И он переселился в Медину, и я до сих пор ничего не знал о нем из-за изнурительного рабского труда, из-за того, как много он работал и как сильно его загружал его еврейский хозяин. Обратите внимание, более 13 лет он ничего не знал о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан со своей миссией. Сальман сказал, как-то раз, когда я находился на верхушке пальмы и работал, а мой еврейский хозяин сидел под пальмой, к нему пришел один его кузен и сказал, когда сел рядом с ним, о такой-то, да погубит Аллах бануль килля, то есть племена Аус и Хазрадж, жители Медины. Он спросил, а что с ними? Он ответил, к ним пришел человек из Мекки, он переселился к ним, и они заявляют, что он пророк. Сальман говорит, и когда я услышал эти слова, меня охватила лихорадка, так что я чуть не свалился на голову своего хозяина. Он задрожал на верхушке пальмы, он сказал, и я спустился и спросил двоюродного брата хозяина, что ты сказал? Повтори, что ты сказал? Он сказал, и мой хозяин поднял руку и ударил меня по лицу и сказал, возвращайся к своей работе, какое тебе дело до всего этого? Я сказал, я просто хотел убедиться кое в чем. Он сказал, возвращайся к работе. Сальман сказал, и я опять поднялся на свою пальму. Он сказал, когда же наступила ночь, и моя работа закончилась, я собрал несколько фиников, взял их с собой и зашел в Медину, и спросил, где находится посланник Аллах, она благословит его Аллах и приветствуй. Мне показали, где он. Я пришел к нему, когда он сидел среди своих сподвижников. И я сказал ему, мне сказали, что ты праведный человек, и у тебя праведные исполнения, сподвижники. Вот финики, которые я собрал в качестве милостыни. Я положил перед ним эту милостыню. Он рассказывает, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отодвинул посуду в сторону своих сподвижников и сказал им, ешьте. А сам он не съел оттуда ни одного финика. Я сказал про себя, это первое, он не ест из милостыни. И я ушел. Через несколько дней я опять набрал фиников и пришел с ними к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствуй. Посланник Аллаха был в том же месте. И я положил перед ним финики и сказал, я видел, что ты не ешь из милостыни. Это подарок, подарок для тебя и твоих сподвижников. Он сказал, и он пододвинул их к себе и позвал сподвижников. Они собрались и поел и он и сподвижники. Я сказал, это второй признак. Сальману оставалось только посмотреть на печать пророчества между плеч нашего господина и посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но он не мог сказать, сними свой плащ, чтобы я посмотрел на тебя. Прошли дни и месяцы, а Сальман все выжидал подходящего случая. Пока однажды Сальман не услышал, что собираются хоронить Хальцума ибнальгадма, да будет доволен им Аллах, сподвижника. И это был первый сподвижник, которого похоронили в Медине после того, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал в нее хиджру. Он рассказывал, и я направился туда и увидел, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, у могилы под палящим солнцем, в жару они копают могилу. И рядом лежали погребальные носилки. Он сказал, я пришел. И по Сальману было видно, что человек не араб, а перс. Он сказал, и я подошел и посмотрел на него сзади, пытаясь увидеть, что у него между плеч, под накидкой. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, почувствовал это и снял плащ со спины. Он сказал, и я посмотрел между плеч и увидел между лопаток нашего господина, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, печать пророчества. Печать пророчества это был небольшой выступ на коже, между лопаток. Ибн-Уль-Каим сказал, это был небольшой выступ, размером с голубиное яйцо. И эта печать сделала образ пророка, да благословит его Аллах и приветствует, еще более прекрасным. И он, да благословит его Аллах и приветствует, уже родился с этой печатью, указывающей на то, что он пророк. Сальман сказал, и когда я увидел печать пророчества, я склонился перед ним и принялся его целовать. И этого момента Сальман ожидал столько лет. после того, как переезжал, так уставал, расстался с семьей, он вырос в Неге, потом его продали как раба, и он согласился с этим и терпел ради того, чтобы иметь возможность зайти в ислам. Он сказал, я принялся целовать его и плакать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не трогал его, давая возможность переполняющим его чувствам вырваться наружу. Когда же он прекратил плакать, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, иди сюда. Он подошел, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, надел свой плащ и сказал, расскажи мне, что случилось? То есть мы видим, как ты принес милостыню, Потом подарок, потом пришел сегодня, и ты не мусульманин, и работаешь на еврея. Расскажи нам свою историю. Он сказал, и я рассказал ему свою историю. И пророку, да благословит его Аллахи приветствует, понравилось то, что это услышали его сподвижники, так как это прибавило им стойкости и уверенности в религии. Чтобы они узнали, что об этом пророке, за которым они следуют, предсказывали и другие пророки, которые были раньше. И что этот человек специально пришел из Персии, чтобы найти его. Он сказал, и когда я закончил рассказывать свою историю пророку, да благословит его Аллахи приветствует, он сказал, выкупись, о сальман, то есть выкупи себя у своего хозяина. Я сказал, клянусь Аллахом, у меня нет стольких денег. И я ушел. Рабский труд на моего хозяина отвлекал меня от посланника Аллаха, да благословит его Аллахи приветствует. Он принял ислам, но его хозяин не разрешал ему ходить к посланнику Аллаха, да благословит его Аллахи приветствует. Он рассказывал, по этой причине мне пришлось пропустить битвы при Бадре и при Ухуде, так как я оставался рабом. Потом пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, выкупи себя, осальман, мы тебе поможем. И я пошел к своему хозяину и сказал ему, что выкупаю себя у него. И тот, жадный еврей, сказал мне, чтобы я заплатил ему 300 финиковых пальм. Чтобы я посадил их в новой земле. И чтобы я дал ему 40 уки золота. В их время верблюд стоил меньше, чем одна укия. И то был верблюд, которого так хотели люди, и который считался у них самым главным имуществом. А этот человек хотел от него 40 уки золота. Также он хотел от него, чтобы он посадил 300 пальм на новом месте. Я пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, «О посланник Аллаха, он потребовал от меня 300 пальм и 40 укий». Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал своим сподвижникам, «Помогите вашему брату», — Сальман рассказывал. И один человек пришел с 30 саженцами пальм, другой человек с 10, третий с 5, пока не набралось 300. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Сальман, иди и подготовь почву для посадки саженцев. Скопай землю и не трогай саженцы, пока я не приду, потому что его хозяин поставил условием то, что все пальмы должны привиться». Он рассказывал, «И я со своими товарищами пошел туда, и мы подготовили место для 300 пальм». Он сказал, «Затем пророк да благословит его Аллах и приветствует, пришел лично. Мы начали подавать ему саженцы пальм, а он сам сажал их и делал дуа о том, чтобы в них был барракад». Итак, пророк да благословит его Аллах и приветствует, посадил своими руками 300 пальм. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, не сказал, «Зачем мне себя утруждать? Я пойду и почитаю Коран, помолюсь, и это будет лучше, чем заниматься тем же, чем занимаются земледельцы». Что ислам приобретет от этого человека? Исламу же приняли те, кто богаче, чем он, сильнее и красноречивее. Зачем нам уделять ему такое внимание? Нет. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, старался призывать всех. Сальман сказал, «И пророк да благословит его Аллах и приветствует, посадил своей рукой 300 пальм». Он сказал, «И клянусь Аллахом, ни одна из этих пальм не умерла. Я выполнил условия с пальмами, и осталось золото». Пророку да благословит его Аллах и приветствует, принесли золото размером с яйцо. Он спросил, «Где персидский юноша?» Посмотрите, как посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, думал о Сальмане. Он занимался одним из тех, кого призывал, Сальман рассказывал. И меня позвали к нему. И он сказал, возьми это и взвесь для себя перед своим хозяином. То есть взвесь его и посмотри, сколько в нем уки. Потом расплатись этим с ним. Я сказал, о посланник Аллаха, разве этого хватит? Он ответил, возьми и взвесь. Сальман сказал, я сказал хозяину. И он положил кусок золота на чашу весов. Начал ставить уки и взвешивать. И оказалось, что в том куске золота было больше сорока уки. Он сказал, и я отдал его своему хозяину и освободился из рабства. После этого первой битвой, в которой Сальман участвовал с посланником Аллаха, да благославит его Аллах и приветствует, была битва Урва. О Аллах, благослови и приветствуй нашего господина посланника Аллаха, да благославит его Аллах и приветствует. О Аллах, будь доволен его благородными сподвижниками, о Господь миров. И я прошу прощения у великого Аллаха за себя и за вас, от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину он прощающий и милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству, да благословит его Аллах и приветствует его семью, друзей, любимых ему людей, а также тех, кто пойдет по его пути и последует их следам и их сунник вплоть до судного дня. Уважаемые братья, к правам сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, относится то, чтобы мы ознакомлялись с этими историями, рассказывали эту и другие истории нашим братьям, детям, родителям. Формируя у них связь с теми людьми, мы должны размышлять над ними, чтобы извлечь для себя от них назидание и урок для себя. Мы должны думать о них, потому что они сохранились только из-за того, что содержат в себе уроки для уммы. Я прошу Аллаха собрать нас с вами в его раю. Я прошу Аллаха быть довольным с подвижниками посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я прошу Аллаха собрать нас с ними в его раю, воздать им наилучшим воздаянием за все, что они сделали, сохранив его религию, ведя джигад на его пути. О Аллах, наставь нас к благим деяниям, оставлению порицаемого и любви к беднякам. Если же ты захочешь искусить своих рабов, забери нас к себе, неопозоренными и неискушенными. О Аллах, помоги муджаидам по всей земле. О Аллах, помоги муджаидам в шаме. О Аллах, направь их стрелы в цель. О Аллах, объедини их слово. О Аллах, помири их друг с другом. О Аллах, о живой, о поддерживающей жизнь. На того, кто захочет навредить им, расстроить или поселить среди них вражду, накинь его козни на него самого и сделай так, чтобы его действия стали разрушительными для него самого. О Аллах, спаси жизни и вылечи раненых, исцели больных. Помилуй умерших из них и прими их шахидов. О Господь миров. О Аллах, защити наших братьев в Ираке, Египте, Судане, Йемене, Палестине и по всей Твоей земле. О Господь миров. О живой, о поддерживающей жизнь. О Аллах, защити нас в наших странах от зла злодеев, козни нечестивцев и зла, которое сменяется изо дня в день. О могущественный, о всепрощающий. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как Ты благословил Ибрагима и семейство Ибрагима. О Аллах, ниспошли свои благословения Мухаммаду и семейство Мухаммада, как ниспослал Ты благословения Ибрагиму и семейству Ибрагима, воистину Ты хвалимый и славный. Твой Господь, Господь могущества, причист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам. Хвала Аллаху. Господу миру. Субтитры сделал DimaTorzok